Общее сведение, термином «ангиома» в сосудистой хирургии объединяет различного рода аномалий кровеносных гомангиомы или лимфатических лимфангиомы сосудов. По мнению ряда исследователей, ангиома является промежуточным звеном между опухолью и пороком развития. Ангиомы могут локализоваться в различных тканях и органах, бывают одиночными и множественными ангиоматоз. Морфологическую основу ангиомы составляют расширенные кровеносные либо лимфатические сосуды. Размеры и форм ангиом варьируют в широких пределах, гомангиомы имеют красно-синий цвет, лимфангиомы бесцветные. Чаще ангиомы встречаются в детском возрасте, составляя до 70-80% всех врожденных новообразований у детей. Ангиомы склонны к прогрессированию, иногда чрезвычайно быстрому. От ангиомы следует отличать телеангиоэктазии, расширение кровеносных сосудов с наличием артериевенозных аневризм. Ангиомы располагаются преимущественно на верхней половине туловища, включая голову и шеи, до 80% случаев. Реже встречаются ангиомы глотки, легких век и глазниц печени, костей, наружных половых органов и пер. Ангиомы Истинные причины возникновения врожденных ангиом неизвестны. Иногда ангиомы возникают после травматических повреждений или сопровождают течение других заболеваний, например, цирроза печени или злокачественных новообразований внутренних органов. Классификация прежде всего различают ангиомы кровеносных сосудов, гомангиомы и ангиомы лимфатических сосудов, лимфангиомы. С гистологической точки зрения различают мономорфные и полиморфные ангиомы. Мономорфные ангиомы Истинные сосудистые образования, исходящие из того или иного элемента кровеносного сосуда, гемангиоэндотелиомы, гемангиоперицитомы, лиемиомы. Признаком полиморфной ангиомы служат сочетание различных элементов сосудистой стенки, возможен переход одного вида опухоли в другой. Виды гемангиом по типу строения различают простые, кавернозные, ветвистые, комбинированные и смешанные ангиомы. Простая капиллярная, гипертрофическая гемангиома представляет собой разрастание новообразовыванных капилляров мелких артериальных и венозных сосудов. Капиллярные гемангиомы локализуются на коже или слизистых в виде пятна ярко-красного артериальной ангиомы или синюшно-багрового венозной ангиомы цвета. Размеры капиллярных гемангиом различны, от ограниченных до гигантских. При надавливании на сосудистую опухоль ее цвет бледнеет. Капиллярная гемангиома крайне редко трансформируется в злокачественную гемангиоэндотелиому. Кавернозные пещеристые гемангиомы образованы широкими губчатыми полостями, заполненными кровью. Внешне такая ангиома представляет узел багрово-синюшной окраски с бугристой поверхностью и мягкой эластической консистенцией. Пальпаторные лиринги аналогически в толще ангиомы могут определяться ангиолиты или флеболиты плотной, шаровидной формы безыствленной тромбы. Кавернозные гемангиомы обычно имеют подкожное расположение. Для них типичен симптом температурной асимметрии на ощупь сосудистая опухоль горячей окружающих тканей. При надавливании на опухоль вследствие оттока крови гемангиома спадается и бледнеет, а при натуживании напрягается и увеличивается. Так называемый «эректильный симптом», обусловленный притоком крови. Ветвистая, рацеллюзная гемангиома представлена сплетением расширенных извилистых сосудистых стволов. Характерной особенностью данного вида ангиомы является определяемая над ней пульсация, дрожание и шумы, как над аневризмой. Встречается редко, в основном локализуется на конечностях, иногда на лице. Малейшая травматизация ангиомы может повлечь за собой угрожающее кровотечение. Комбинированные гемангиомы сочетают в себе поверхностное и подкожное расположение простую кавернозную ангиому. Клинические проявления зависят от преобладания того или иного компонента ангиомы. Гемангиомы смешанного строения исходят из сосудов и других тканей гемлимфангиомы, ангиофибромы, ангионевромы и дыры. Закрывающая круглая скобка . По форме выделяют следующие разновидности ангиом – звездчатая, плоская, узловая, серпигенозная. Обособлено в ряду сосудистых опухолей стоят старческие ангиомы, представляющие множественные мелкие округлые образования розово-красного цвета. Старческие ангиомы появляются после 40 лет. Виды лимфангиом среди лимфангиом выделяют простые кавернозные и кистозные сосудистые образования. К простым лимфангиомам относятся расширенные тканевые щели, выстланные эндотелием и заполненные лимфой. Данный тип ангиом развивается преимущественно в мышцах языка и губ и внешне представляет мягкую бесцветную опухоль. Кавернозные лимфангиомы – многокамерные полости, образованные лимфатическими сосудами, с толстыми стенками из мышечной и фиброзной ткани. Кистозные лимфангиомы растут по типу хелезных кисты и могут достигать значительных размеров. Они встречаются в области шеи, фаху, в брыжейках кишок, забрюшиной клетчатки. Присоединение вторичной инфекции может вызывать образование свящей и длительную истощающую больного лимфарию. Симптомы ангиом. Клинические проявления ангиома зависят от типа сосудистой опухоли, ее локализации, размеров и особенностей течения. Гемангиомы обычно обнаруживаются вскоре после рождения ребенка или в первые месяцы его жизни. У новорожденных девочек ангиомы встречаются в 3-5 раз чаще, чем у мальчиков. У грудных детей может наблюдаться быстрый рост ангиом, так за 3-4 месяца точечная гемангиома может увеличиться до нескольких сантиметров в диаметре, захватив значительную поверхность. Сосудистые опухоли могут располагаться на любых участках тела, с учетом локализации различают ангиомы покровных тканей, кожи, подкожной клетчатки, слизистых оболочек, полость рта и гениталий, опорно-двигательного аппарата, мышцы костей, внутренних органов печени, легких и дыры. Закрывающая круглая скобка. Если наличие гемангиом покровных тканей сопровождается косметическим дефектом, то гемангиомы внутренних органов могут приводить к различного рода нарушениям таких важных функций, как дыхание, питание, зрение, мочеиспускание, дефекация. Костные гемангиомы могут располагаться в позвоночнике, костях таза, черепа, длинных трубчатых костях конечностей. В костной ткани чаще встречаются множественные кавернозные ангиомы, рост которых может сопровождаться болями, деформацией скелета, патологическими переломами, корешковым синдромом и т.д. Особую опасность представляют ангиомы мозга, которые могут приводить к эпилепсии или субарахноидальному кровоизлиянию. В процессе роста может отмечаться изъязвление и воспаление ангиом с последующим развитием тромбозов и флебитов. Наиболее грозным осложнением служат кровотечения при травматизации обширных и глубоких ангиом может потребоваться экстренно оперативное вмешательство для остановки кровотечения. В ряде случаев встречается самоизлечение ангиом, связанное со спонтанным тромбированием и запустеванием сосудов, питающих опухоль. При этом ангиома постепенно бледнеет либо полностью исчезает. Ангиомы из лимфатических сосудов чаще обнаруживаются у детей первого года жизни. Местом их преимущественной локализации служат кожа и подкожная клетчатка. Лимфангиомы локализуются в местах скопления регионарных лимфатических узлов, на шее, языке, губах, щеках, подмышечной и паховой. Области средостений, забрюшинном пространстве, в области корня брожейки. Они определяются в виде болезненной припухлости, иногда достигающей значительных размеров. В большинстве случаев рост лимфангиом медленный из-за сложнений и обычно встречается нагноение. Диагностика Диагностика поверхностных ангиом в типичных случаях не представляет затруднений и основывается на данных осмотра и пальпации сосудистого образования. Характерная окраска и способность к сокращению при надавливании являются характерными признаками ангиомы. При ангиомах сложных локализаций используется комплекс визуализирующих исследований. Костные гемангиомы выявляются посредством рентгенографии трубчатых костей позвоночника, ребер, костей таза, черепа. Для диагностики ангиом внутренних органов используют ангиографию сосудов головного мозга, почек, легких, лимфангиографию и т.д. Ультразвуковое исследование позволяет определить глубину распространения ангиомы, структуру и анатомотопографические особенности. Расположение опухоли измерить скорость кровотока в периферических сосудах и пренхиеме гемангиомы. Ангиомы-глотки выявляются в ходе осмотра таларинголога. При подозрении на лимфангиому проводится диагностическая пункция, позволяющая получить из опухоли прозрачную желтоватую жидкость. Дифференциальный диагноз лимфангиомы проводят с кистой шеи, спиномозговой грыжей, липомой, тератомой, лимфоденитом шеей.